Рано или поздно, но такое случается. Человек, пусть и не в полной мере, теряет некоторые функционально значимые органы, и это жизнь. Не будем сегодня зрителей пугать кадрами аварии и несчастных случаев. Банальная потеря зуба, и это случается со всеми. Прогресс, естественно, не стоит на месте, и сегодня имплантация, то есть вживление протезоносящих конструкций, рекламируется везде и всюду. Но так ли все просто на самом деле? Имплантаты, наверное, как и любое другое направление, оно подразделяется на какие-то изделия премиум-класса, какие-то изделия элит-класса, какие-то изделия эконом-класса. То есть есть и в имплантации такое. То есть есть дорогие системы, заведомо дорогие. Дороговизна, как правило, обуславливается тем, что в основе вот этих вот разработок лежит очень серьезная научная работа. Очень серьезная. То есть это работают серьезные научные коллективы, это университетская база. Это, как правило, очень серьезная подготовка в плане, как это называется, самый нелюбимый предмет у студентов нашего МГТУ. Сопромат. То есть это металловедение, это исследование вот этих материалов на биосовместимость, на сопротивление. То есть учитывается очень много различных факторов. Поэтому действительно, когда в сухом остатке мы получаем какую-то готовую продукцию, мы же не видим, что там за ней стоит. А за ней стоит огромный опыт и огромная работа. И на самом деле импортные имплантаты зачастую дороже только за счет того, что там очень серьезная подготовка идет. На сегодняшний день законодателями мод в деле имплантации являются все-таки европейские клиники. Это Германия, это Швеция, это французы, очень серьезно тоже. Израиль, кстати, очень серьезные разработки. В Израиле немножко подешевле, немножко как бы это самое изделие. За счет того, что во многом израильтяне, помимо тех исследований, которые проводят сами, кстати, очень серьезные исследования, но они широко используют уже существующие наработки. То есть в этом отношении, конечно, они такие молодцы, ребята. Поэтому я хочу сказать, что на сегодняшний день такого реального разброса по ценам, в общем-то, нет. То есть отличаются имплантаты отечественные, отличаются имплантаты импортные. Отечественные имплантаты – это порядок цен, начиная там 4-5 до 10 тысяч где-то. Все, что идет от импортного производителя, это уже в районе 20 и более. 20, 30, 40, 50, что есть и по 70 тысяч имплантатов. Ну и теперь самое интересное и самое последнее слово в протезировании – циркон. Технология, освоенная в стоматологическом центре Агата. Аксид циркония имеет несколько уникальных свойств, главный из которых – легкость в обработке и чрезвычайная прочность после термического нагрева. Прочность в несколько раз выше стали. При этом аксид циркона не вызывает аллергических реакций со стороны мягких тканей. То есть он абсолютно нейтрален и является идеальным материалом для протезирования. Так что если вы все же попали в состояние, когда есть уже нечем, то выбор в сторону циркона очевиден. Циркон на самом деле очень прогрессивный материал. Ну понятно, что это достаточно новое еще такое направление. По той простой причине, что мы пока еще очень широко его не применяем. Я имею в виду мы в России. Хотя уже есть такие серьезные подвижки. В том плане, что появляется очень много централизованных лабораторий, которые изготавливают конструкции из циркона. Ну понятно, что столица тут, конечно, впереди планеты всей. Но, например, в Европе протезирование на оксиде циркония, оно очень сильно развито и считается достаточно таким приоритетным. Дело все в том, что цирконий в силу своей структуры, в силу своей физической составляющей, что ли, он гораздо более адаптивен, что ли, к тканям полости рта. Почему, например, самая большая проблема в имплантации, это проблема сосуществования титана и как бы слизистой. То есть всегда существует... То есть слизистая же не перерастает к титану, ни в коем роде. Если кость перерастает к титановой поверхности, слизистая нет. И образуется такое как бы неплотное соединение, по сути дела, бороздочка, в которую может, ну, с определенным усилием, конечно, с определенным травмирующим усилием могут попадать и остатки пищи, и какие-то там бактерии, естественно, и все такое прочее, что в дальнейшем может привести к каким-то осложнениям. Так вот, что характерно, для оксида циркония эта проблема гораздо меньше значима, по той простой причине, что между слизистой и оксидом циркония возникает десмосомальное соединение. Это доказано, и есть как бы срезы. То есть он еще более как бы биологичен по своим взаимоотношениям с тканями организма. Конечно, у циркония есть существенный недостаток на сегодняшний день. Это дороговизна. Да, это пока дорого. Это пока дорого, потому что, по большому счету, работать с таким материалом, ну, просто как на коленке, да, как мы в свое время раньше там штамбовали коронки, там, из специально таких полуфабрикатных гильз, вот. И циркония так работать нельзя. То есть это, по сути, роботизированное производство без участия человека. То есть это лазерные сканеры, это специальные фрезерные станки, которые сопряжены с этими лазерными сканерами, это специальная система отжига, где компьютер просчитывает степень усадки материала и заранее выпиливается, как бы, из заготовки вот этой вот циркониевой. Заготовка вот эта делается чуть больше, как раз вот на тот процент усадки, который с печки затем произойдет. То есть это очень сложное, очень серьезное оборудование. Вот почему, например, сейчас возникает такая, ну, как бы, оно давно уже возникло в этом направлении, но у нас стало развиваться, когда прекрасно понимают все, что далеко не каждая клиника может позволить себе держать, скажем так, линию по изготовлению конструкции из оксида циркония, вот, и делают централизованные лаборатории. То есть есть такая лаборатория, допустим, в Уфе, есть такая лаборатория в Екатеринбурге, есть такая лаборатория в Челябинске. Они оттуда присылают предложение, так сказать, уважаемые товарищи стоматологи, пожалуйста, мы вам предлагаем свои услуги по изготовлению там протезных конструкций там на основе оксида циркония. То есть вы снимаете слепочек, делаете восковую модельку, восковую модельку отправили туда, там ее загрузили вот в эту линию, готовую конструкцию прислали обратно в Магнитогорск. То есть, да, такая, как бы, практика на сегодняшний день существует, потому что это реально на сегодняшний день более продвинутый, более чистый, более качественный материал, который, ну, я считаю, что очень перспективен в стоматологии. Ну, мало того, что, во-первых, это очень легкий материал, вот, затем он более эстетичного цвета, чем металл, это белый материал, который легче маскируется там керамикой, то есть получаются гораздо более живые работы, вот, плюс, естественно, вот его биологичность. Поэтому, на самом деле, я думаю, что и найдут из циркония, ну, как бы, почему нет? Вот, и будут красивые циркониевые конструкции, и которые, я так думаю, что, может быть, даже будет такая ситуация, когда вот найдут вот этот вот самый череп, а там не то, что каналы от зубов, он же зубов не остался, а просто стоят вот на имплантатах, стоят, то есть он с полным набором зубов, но только на имплантатах из росида циркония.